Вау! 17 часов 30 минут! Вау! Лавика! Вау! Саня, ты мне покажешь на маленькую золотую рыбку, которая, знаешь, только 2 секунды держит память, а потом снова для нее все так феорично и в первый раз. И дальше. Новая функция для Фейсбука, вернее, новая функция от Фейсбука специально для ту году. Вау! До этого вау-эффект от Адама Сэндлера, который действительно пришел в величезный шлях до своего успеха. И здесь вау-вау-эффект, потому что два победителя, один легкий вопрос и множество подарков. И это все прямо здесь и сейчас. Ты знаешь, что у Адама Сэндлера было надзвучайно важкое детинство, потому что он игрался еще восьмибитными игрушками. Что же в этом плохого? По-моему, наоборот, круто. На самом деле, действительно, киноман и киномем. И через тере, потому что его знают все. Он играет достаточно молодые роли, когда ему, например, 18-20 и так далее. А на самом деле ему почти 50. Ему 48. Давай не преувеличивать. Это действительно имеет значение. На самом деле, у человека возраст не имеет значения. У него чувство юмора всегда... На высоте. На высоте. А значит, да. Я думаю, он ребенок вечный. Ее помечает продюсер, который говорит, слушай, давай до меня, до сериала, потому что таких людей не можно пропускать. Нью-Эк Амрадзерин начинает сниматься в сериале. Сериал называется «Шоу Косби». Я тут посмотрела. И вот после звездной популярности актера действительно растет, растет. Ему предлагают сниматься в фильме «Большой папа». И с того времени фильмография насчитывает уже более 50 юморных и комедийных ролей. Но за дикой он получил не «Оскар», а «Золотую малину». Например, если говорить о фильме «Джек и Джилл», там он сразу получил «Золотые малины 2». Потому что он играл там «Близнецов». А, «Близнецов» парня и сестричка. То есть получается... А, точно. И он получил такую приятную такую нагару, которую можно поставить двенят. Но знаешь, через год его так же все же ждет. Тоже не очень хороший сюрприз, потому что во время съемок одной из картин на него нападает гепард. На самом деле, вот сложно себе... Если вы сейчас просмотрите в Ютьюбе, как это все было, сложно говорить о том, что у него какой-либо был посттравматический синдром. Потому что гепард даже лапкой его не тронул. Но ничего страшного. Он все равно выжил. Он выжил. Он молодец. Премьера «Змешанных» отбылась на весне этого року. И повернула Адаму Сэндлеру колишню популярность. И самое о том. Мы ставим крапку про Адама Сэндлера. Загаляюсь, честно говоря, что я просто не навчу этого актора. Ну, смотрите его фильмы. Как нельзя говорить, он клевый чувачок. Теперь вот такая новость. Фейсбук вводит специальную функцию для тугодумов, для тех, кто не понимает юмор. На справедливо, для тех, кто, может ли, за каких-то причин не разумеет жар. Да, просто тут вот это тестируется функция, которая предназначена для того, чтобы подсказывать пользователю, что та информация, которая запущена, это является сарказм. Это надрил, это совершенно, ну, с юмор. Что это троллинг какой-то. Например, если смотреть ресурсы, то можно назвать среди известных диджеев Дед Мауса. Это наибольший тролль вообще современности. И вот под каждым его постом можно ставить подобную позначку. А именно сатир. Ну, а еще ты знаешь про исцеление очень многих ресурсов, сайтов, которые позволяют себе полностью изменять новины, просто для того, чтобы постебаться. Да, Сань, например, американское издание The Onion, которое однажды выпускает статью о том, что Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи, признан самым сексуальным мужчиной в мире. И действительно, люди ведутся, не понимают, что это юмор. Підкопили дуже багато газет, информационных джерел в интернете, передруковывали. Я даже бачу достаточно часто эту новину. А, по-русски, украинцы також отзначаются в этом. Есть специальные ресурсы, которые также делают новины троллинговые. Я знаю этот ресурс, но я его не скажу. Не будем указать. Добро и не появляться в этом ресурсе никогда. А может, встановлювать подобные додатки в Фейсбуке. Друзья, наставь час вынуждать себя. И за уважение, заходите на НС-Кафе с ВИН1, М1 ТВ, выбирайте правильную ответственность, получите чашку и запаска от НС-Кафе. Три в одном. Знаешь, судя по тому, как ты интересно, впечатлительно рассказывал информацию о Братс, ты бы точно получил призы. Потому что вопрос будет сегодня такой. Итак, происхождение названия бренда Братс. От слов «born, raised and trapped» или слангового слова «брат, озорник» или же от украинского слова «брат». Что сегодня мы спрашивали у звезд? Я не помню, у меня сегодня очень короткая память на 1 гигабайт. Хорошо, золотая рыбка, я тогда вспомню. Скрипткиди! Гакеры-недоучки. Есть ли среди звезд или нет? Скрипт? Что? Скрипткиди. Стрипкиди. Какие-то дети. Это же ребенок скриптонита. А, детская скрипка. Детки стриптизеров. Вот, так что да, рожайте. А чем это следжевало «даст из фантастиш»? И запомнилось о том, что это можно поеднать и с мастерством, и с креативом, и при этом еще и с дизайном. Когда ты делаешь вещи, и они нравятся другим, почему бы и нет? Всех всегда забудут только. А завтра мы не повторяем, не повторяем. О 14.30. Повертаемося в студию Модина у цьому же складе. И будем упомянувать про найцікавіші новинки. Техники, техники. До техники. Это мистер Санни, и я Лавика. И мы, извините, но сейчас... Гейм оба. До встречи, друзья. Мы выключаемся. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова